Значит, что сделать? Мы можем положить DAI, сабили токен, и забрать Тесла. И мы можем вернуть Теслу и забрать DAI. И, значит, курс меняется, да, Тесла, потому что она работа. Но какая-то Тесла к ним отношения же не имеет. Почему? Это синтетическая Тесла. Ее нет, как бы, но она самый большой рынок финансов в мире. Это рынок того, чего нет. Дериватив. Дериватив. А? Чего пора? Ну, с этой Теслу будет обеспечена эта Тесла, когда ему настоящие акции. И как сразу решается вопрос выхода дивидендов, если он... Дивидендов нет. Да, то есть акции... Еще и дивидендов является обладателем. Да, ну и... И у этих акций, Тесла, которые не прелегированы, у них, по-моему, у нас тоже и дивидендов нет. Это как 7. А, так, ну и вот, если я могу коллотеризовать, сколько ты дай, я не знаю, сколько акций Тесла стоит. Кто знает? Ну, было, наверное, 247, 50. Ну, чем ты всем рассказал? Вот 247 долларов стоит одна акция Тесла. Я не знал это? Ты тоже не знал? Да, я же причинал на 190. Ты вот прочитал, да тебе это оракул, почему? Потому что я тебе про это сказал, я же не буду обманывать, правильно? Но кто сказал им? Им сказал Ренат. А Ренату мы доверяем. Вот Ренату сегодня видели, хороший парень. Но если мы Ренату не доверяем, кому мы будем доверять? Чен-диньку. А что такое чен-диньку? Я не знаю, кто такое. Мы смотрим, кто оракул там, и мы видим, что вот эти приличные люди, эти приличные люди, эти приличные люди. Ведь они там деньги поставили, чен-диньку дорого стоят, на них репутационные риски, денежные риски, коллитеризация. Будет ли большой, будет ли Сережа Назаров заморачиваться, чтобы меня обмануть, и чтобы все это с тестом? Вряд ли. У меня там своих проблем полно. И вот, и вот, я вот получил от него. Потому что ты когда-то говоришь, будет ли обманывать, ты не учитываешь, что он просто может ошибиться. А вероятность того, что ошибутся все низко, но она есть. Есть, да. И она уменьшается нелинейно. Да? Нелинейно уменьшается. Так, есть у нас один человек говорит. Ну, то есть у вас, когда несколько оракулов подают цену, и цена отличается, ну, потому что кто-то посмотрел там чуть позже, чуть раньше, там она поменялась. Она по медиане как-то ставится, или как? Это вот надо у нас... Наверное, какие-то... Я не знаю, как ставится. Наверное, какие-то есть трэш-холды, да? Какое-то там, наверное, есть какое-то логаритмическое сглаживание, да? Там очень много проблем, и там целая система, да? Еще зависит от типа флората. Да, вот сколько у меня есть, да. У меня да-то есть вообще здесь. У них можно, да, я, по-моему, попробовал. Нет, у меня столько да есть. Один да есть. Чего? Ничего нет. Ничего нет. Тут можно у них попросить, сказать, да, я немножко. Все, попросим. Попросим, займем немножко акции теста. Дай, дай. Это же попросим. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. На такой садик, дай, 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 и все. Так, вот, у них кто-то... Точно, чудомен свободен. Ну да. Вот, пожалуйста. Бинарные там. Ну? Да. Можешь сделать? Да. Сам, никто не спрашивает. На миллиардные рынки. Центробанк тебе нужен для этого? Нужен. Кто не нужен? Кто-нибудь тебя может остановить? Нет. Если ты будешь делать, переведи с карточки, это, понятно, получи крипторубль, там будут вопросы. А так нет, пожалуйста, делай синтетические рубли, покупаешь на них синтетические товары. Вот по сути, да, замена форексу. Потому что форекс – это деривативы на... Форекс теперь не нужен уже. Хотя с криптой он тоже не нужен. Так, хорошо. Ну, что, пока у нас facility создается, посмотрим, что в презентации у меня не говорит. Что происходит, то есть, когда мы создаем дату, что происходит, когда у синтетического токена вступает expiration, да, time stamp. То есть, до того, как он наступил, только тот, кто этот facility создал, только он может вернуть токены, то есть, вернуть Tesla, да, и получить collateral, die. То есть, если я создал сейчас facility, die на Tesla, положил свой die, напечатал Tesla, отдал тебе Tesla, ты ее взял, ты ее в facility вернуть не можешь. Он тебе скажет, слушай, ты не вовнер, ты не можешь ее, не можешь платить. То есть, ты можешь только найти другого буратино, которому ты продашь это, и, соответственно, так будет по рынку она уходить и, соответственно, менять... То есть, emittent может вернуть, получается, да? Вот, да. Ну, это называется здесь token facility owner, да, emittent. Ну, emittent синтетического актива. Не emittent. А куда ты деваешь этот поток, синтетический актив? Вот, в какой-то момент наступает maturity date, да, то есть, у него вот он все, значит, закончился expiration, и, значит, тот amount, который, вот, который был, то есть, вот, курс, который был установлен, он фиксируется. То есть, вот, есть вот fit, значит, он идет вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Наступил expiration date, курс остановился, сколько стоила акция, там, не знаю, тесла, вот, на expiration date, крат-дайвер. Все, и кто угодно после expiration date'а может прийти с теслой и сказать, забираю, дай. Не забрать из синтетического актива, соответственно, его закрыть, да? Вот, и до этого момента мы фактически все, ну, это как игра, знаете, когда, вот, мы там сидимся за столом, да, потом встаем, один стол убираю, бегаю, вдаваю, и нам надо с этим сесть. То есть, примерно так же. То есть, кто-то создал facility, раздал всем волатильный актив синтетический, мы, значит, начинаем менять руки, покупать его, продавать. В какой-то момент наступает expiration date, и мы из него выходим. Все, мы уже вышли, потому что уже все, уже нам нужно. А через что мы его продали, чтобы мы не спустим? А мы забираем каваторов. Нет, есть до expiration date? Да, до expiration date. За что угодно. Нет, где? Площадки есть. Ну, это же IRC20 токен, получается. Можно, можно зайти. Все как раз в токене, то есть, на любую биржу можно? Ну, на любую нет. Ну, не на любую. Любая биржа, это обычная китайская биржа, да? Китайцы с вас попросим. Не понятно. На любую не получится. Ну, на DEX можно, да. На DINISWOP, на IDEX, там, куда-нибудь. А в FORK DERECTORUM? На 0x, OTC, Telegram группу сделать. Вот, так сказать, меняют Tesla на что-нибудь. На синтетический гамбургер. Так, ну и, соответственно, кто угодно может... Да, кто угодно может быть. Это как у нас так? Что у нас там? Что у нас создается? Вот, у нас создался. Есть у нас DAI. Вот, сколько можем взять? Есть у нас 10 DAI. Ой. 100 подсказок. Да, да, я вижу, сколько там. Ну, есть у меня 10 DAI, я не знаю, вот 100 DAI даже есть. Вот, там вам 0,3 акция Tesla занять. У кого? То. У Вселенной. А вот он. Вот, я у Вселенной занял 0,3 акции Tesla. Чего, уходим? Ну, да. Уже это будет ставок выделить, сыграть. Ну, пока это народ не уходит. Как начать уходить? Ну, вот все. У меня вот 0,3 синтетических токена Tesla есть. У меня из-за скани даже. Я могу смотреть мои риски по ним, где он лежит. Вот моя позиция. Где она находится на 0,3? Вот моя позиция на 0,3. А если у тебя твоя Tesla в 3,3 в месяц, а большая Tesla пойдет вверх? За счет разницы капитализации. То что произойдет? Добрые люди зарабатывают хотя бы, да? Вот, да. Вот, видите. Пеналти. Когда создается фасилити, в него вкладывается пеналти. Пеналти определяется тем риском, который мы готовы купить или продать. Если, допустим, нам скажут, оборот-коллотеризация 10 тысяч процентов. Может ли акция Tesla сдвинулся на 10 тысяч процентов? Я не знаю, что маску нужно курить, чтобы она так сдвинулась. Правильно? Что? Ну, нет. Посмотрите на Джобсона, то есть на что стало с Apple. Так вырос. Нет, не может, скорее всего, да? Но если у нас, допустим, 101 процентов, то уже легко сдвинуться, да? Хорошая новость, плохая новость, пошло вверх-вниз. И вот у нас этот пеналти возникает. Люди думают, хочу ли я купить акцию? Так хочу ли я купить такой синтетический актив, который, если у меня наступит margin call, пеналти мне не сможет, значит, а expiration день еще далеко, этот пеналти не сможет мне покрыть ущерб. Не подумает, может быть, хочу, а может быть, нет. Зависит от того, думаете ли человек, да, который берет этот актив. Потом, соответственно, что происходит? Такие синтетические активы, это вот маленький, маленький, представим, что это у нас домик, да? Маленький, красный, пеналти, это то, что может быть какие-нибудь агрегированное в себя, теми, там, людей, которые много зарабатывают, да? А там им нужно большой пеналти, на людей, которые мало зарабатывают, да? И мы можем агрегировать различные синтетические активы с различными пеналти, а потом мы думаем, ну, вроде как, те, кто, вроде мы должны иметь большой пеналти, он не наступает, видите, все больше и больше и больше домов покупают. А давайте мы пеналти уменьшим. И начинают высокорисковые активы агрегировать с маленьким пеналти. И потом кто-то начинает не платить. Что происходит? Кризис 2000. Да, вот. Вот про приватные платежи в XDA, то есть можно ли акции Tesla, условно, там, или новые какие-то, создавать приватные, а эти, которые создал, тоже можно приватные? Можно, да, можно, ну, то есть можно, можно и создавать приватные, можно обмениваться приватные, просто какие использовать примитивы для этого, то есть из всех примитивов, которые раздеподны полностью приватных, так сказать, комоморфных вычислений у нас нет, и, наверное, не скоро появятся на платформе для смарт-контрактов. А так, чтобы вот было известно все те люди, кто купил акции, все те, ну, не люди, а аккаунты, которые купили, все те, кто продали. Но кто купил, кто у кого купил и кто кому продал, чтобы это было скрыто, и в каких объемах купил и продал каждый между собой, сколько было каждой сделка, это можно сделать, такие примитивы у нас уже есть, раздеплоены, даже, может быть, несколькими командами. Ну что, Бар? Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.